Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о грибнях, о вот тех веточках, на которых висит виноград. Как правило, при виноделии вы встречаете такую информацию, что ягоды с грибней, с этих веточек надо снимать. Существуют определенные технологии, когда этого не делают, например, в грузинском виноделии. Ну, там просто целой грузди покидали, подавили, поставили на брожение. Так для чего же отделять эти самые грибни, нужно ли это делать, вот об этом и пойдет сегодня наш разговор. Вообще, грибни занимают до 30% от всего объема, то есть они занимают место. Грибни могут несколько повышать кислотность и понижать спиртуозность будущего вина. За счет чего понижается спиртуозность, это за счет того, что грибень немножко поглощает спирт. Ну, если мы говорим о домашнем виноделии, то эти цифры будут незначительны ввиду наших не очень больших объемов. Грибень может положительно сказываться на брожении вина. Дело в том, что за счет своего такого объема он создает воздушное пространство, создает определенный доступ кислорода к суслу. Дело в том, что на первоначальных этапах дрожжи нуждаются в кислороде. Им он нужен для хорошего сбраживания и полного сбраживания сахаров. И вот гребень за счет своей такой вот большой поверхности, за счет своего объема создает этот самый доступ к кислороду и облегчает процесс брожения. С другой стороны, гребень вносит очень большой вклад в количество и содержание танинов. Содержание это может быть от 20 до 30% в зависимости от сорта винограда, в зависимости от температуры брожения и в зависимости от времени контакта с сусла с мезгой. Кроме того, если, допустим, у нас виноград немножко подгнивший, а гниль вносит свои определенные изменения в окраску винограда, дело в том, что в гниле содержатся окислительные ферменты, которые меняют окраску, но и не очень хорошо влияют на наше сусла, на наше будущее вино. Так вот, гребень способен улучшать окраску таких вин за счет чего? За счет того, что он частично поглощает вот этот самый неблагоприятный фермент. И вот, вроде бы, брожение с гребнями, да, есть свои плюсы, при этом не надо что-то там отбирать, особенно если у нас нет специальных приспособлений. Но так ли все хорошо? Дело в том, что танины, которые содержатся в гребнях, они достаточно жесткие и часто могут давать такой очень грубый, очень неприятный привкус. Поэтому, если мы хотим получить мягкие вина, если мы хотим получить бархатные вина, то в таком случае гребнеотделение делать необходимо. Так, например, в 70-е годы в Бордо считалось эталоном сбраживать сусла исключительно без гребней. В то же время были авторы, которые считали, что, например, в Бургундии все-таки нецелесообразно полностью отказаться от гребнеотделения, потому что там танинов в винограде содержалось меньше, и для того, чтобы все-таки повысить экстрактивность вин, рекомендовалось сбраживать с гребнями. Но не полностью, а добавлять гребней порядка 20-30% для того, чтобы сделать вина более слаженными. Рекомендуется еще, когда сбраживать с гребнями, когда, например, виноград с молодых виноградников, когда еще виноград не вошел полностью в свою силу, когда у него малые свои танины, в таком случае гребни оставлять и сбраживать вместе с ними. Но смотрите, еще какой момент, то есть есть определенные плюсы, есть определенные минусы. В наших условиях, насколько это целесообразно, мы смотрим еще и на состояние гребня. Если он зеленый, то сбраживать с ним не надо, вот будут эти самые грубые неприятные тона. Если он поражен, например, аидиумом, будет серый налет, сбраживать с ним не стоит, это тоже нехорошо. Если гребень у нас сухой, чистенький, мы хотим повысить танины, либо вот, как я вам сказала, что в случае с подгнившим виноградом, это описывается в научной литературе, в таком случае рекомендуют гребень оставлять, либо оставлять частично и сбраживать вместе с ним. И как ответить на вопрос, так сбраживать все-таки с гребнями или без, все зависит от ваших условий и от того результата, который вы хотите получить на выходе. И моя рекомендация, если вы хотите попробовать, пробуйте это на небольшой партии, чтобы вас не постигло разочарование. Если все пройдет хорошо, значит вы будете знать, что этот метод можно использовать в дальнейшем. Если что-то пойдет не так, то по крайней мере не будет жалко. Понятно, что это все равно будет хорошее вино, да, может быть там какие-то вот эти привкусы тонинов, но это не значит, что его надо будет вылить, можно будет разбавить, возможно будет еще что-то, вариантов много, но по крайней мере это будет небольшой объем, и в любом случае его будет не очень жалко. Ну а на этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды, мои контакты. До новых встреч!